Конкретно вот в этом месте, но диапазон был метра 3-4, наверное, разбросанных писем было. Любопытство заставило Ольгу Дорошенко приглядеться к письмам. Находка девушку поразила. Две сотни писем, оформленных, отправленных, но не доставленных до адресатов. Когда-то были наклеены марки. То есть на почте письма были, просто до адресата не дошли. И вот, ну, стала смотреть, очень много адресатов было. И среди этих писем нашла, как бы, свои знакомые имена. Это же неизвестно, сколько это продолжалось. Это у нас один мешок только. Это получается, как бы, один день работы почты. Большую часть найденных писем еще в марте прошлого года отправляли из офиса одной городской организации. Здесь этим занимается Светлана Чистякова. Она каждый месяц относит на главпочтам до 500 заказных писем, в том числе и те, что нашли в овраге. Деньга в денежном эквиваленте, можно сказать, что, ну, примерно 500-600 рублей. Вот это вот стоит отправить. Вот они даже запечатаны, видите, письма. То есть я отдавала в 12 окно, платила деньги. Они клеили марки, здесь даже видно, что они от содраны. Нигде никаких штампов нет. Вот сколько всего. Просто взяли и выбросили. Это уже Тверь. Горы неотправленных писем в мусорном контейнере. Тоже с отклеенными марками. И подобных случаев по стране за последний год зафиксировано несколько. Вот грибники в лесах Забайкалья обнаружили целый схрон макулатуры со счетами и документами. И также без почтовых знаков. Вот это вот циферки, это граммы. От этих граммов зависит, сколько марок будет клеиться на это письмо. 9 граммов. Здесь, ну, на тот момент это где-то 22 рубля. Письма, которые весят 33 грамма. То есть чем больше, тем весомее. Да? Жилкин Александр Александрович. Пожалуйста. В областном главпочтамте только разводят руками. Единственное предположение у кого-то из работников появился меркантильный интерес. Сорвать марки, чтобы продать их заново. С 200 писем в среднем почти 4 тысячи рублей. Неплохая прибавка к зарплате, если учесть, что у почтовых операторов она лишь недавно приблизилась к МРОД. Это чуть больше 11 тысяч рублей. Но зачем тогда выбрасывать корреспонденцию? Еще один вопрос, ответ на который должна дать служебная проверка, которую начали на главпочтамте. Все лица, причастные к данному инциденту, будут отстранены от работы, а впоследствии уволены. Для недопущения подобных инцидентов у ФПС Астраханской области установлен повышенный контроль за приемом и обработкой письменной корреспонденции во всех отделениях почтовой связи региона. Сотрудники пострадавшей организации не намерены ждать 30-дневного срока служебного расследования и уже обратились в правоохранительные органы. Наказание для виновных может быть каким угодно, вплоть до уголовного. Однако уже ничто не вернет потерянного времени, времени ответа на многочисленные запросы организации. Артем Олимпиахин, Руслан Слевиченко, Вадим Матасов, Центр новостей.